Вань, а на какую тему у нас следующий выпуск будет? Честно, вот, уже даже не знаю, на что снять. Давай самую дешевую сварочную маску возьмем с Вайлберриса и сделаем на нее обзор. Сварочная маска. Хамилион. Так. Ну, это страшное. Во, вот эту. 1637. Нифига. Я 5 644 оценки, это больше, чем у меня просмотров на ютубе. Отзывов. 1660 отзывов. Во, вот ее мы купить сейчас и продолжить и сделаем обзор на нее. Всем привет, с вами Иван, ютуб-канал Техтула. И, как вы поняли, сегодня у нас на канале будет обзор самой дешевой сварочной маски с самым высоким рейтингом с Вайлберрис. Скажем так, народная сварочная маска. У меня есть опыт владения разными масками, но когда я вам делаю обзоры на аптрейли, на там, на есабы, вы говорите, что это дорого. И реально в данный момент это дорого, очень дорого. Там аптрейль сейчас 70, ну 65 плюс, сентинел 60 плюс одна сварочная маска. И по факту сзади меня там лежит в районе там 350 тысяч рублей. И для обычного обывателя это очень дорого. Именно это забудоразило меня записать видео для вас. Я купил, ну, как бы маску с Вайлбериса. Но я не люблю покупать рандомные вещи. Я зашел, посмотрел отзывы, почитал отзывы, нашел компанию, связался с компанией. Как бы мне интересно стало, откуда столько отзывов и откуда такая сильная бешеная покупаемость. Давайте уж ее посмотрим, ну, посмотрим, как она пришла. Это, честно, это первая покупка с Вайлберис у меня. И самому интересно. В общем, вот в такой коробочке пришла сварочная маска. Все запаковано. Вайлберис, чтобы вы не думали, что мне ее прислали. И так далее, и так далее. То есть, вот, маска-сварчик. Просто коробочка, заклеенный скотчем. И ничего особенного, легенькая. Давайте уже заунбоксим ее. Ну что, давайте сделаем анбокс этой сварочной маски. Открываем. Как оно приходит? Маска запечатана. Мы к этому вернемся. Коробка дальше пустая. Отличная. Сварочная маска с защитой. Ну, то есть, вот так. Видите? Это у нас защитное стекло. Его лучше доставать, ну, то есть, снимать со внутренней стороны, как на всех масках. И, соответственно, ну, я поподробнее к ней чуть-чуть попозже вернусь. И что здесь лежит? Фитсис. Руководство пользователя. Руководство к маске. Давайте посмотрим, что в нем есть поближе. Паспорт. Я первый раз вижу такую штуку. Приветствуем. Мы такие-то, такие-то. Наши каналы поддержки покупателей. Ватсап. Официальный сайт. И погнали. Меры предосторожности. Маркировка. Техническое обслуживание. То есть, как нужно открыть все. Как убрать защитное стекло. Как меняется защитное стекло. Маркировки. То есть, степень затемнения. Оптический класс. Настройка сварочной маски. Регулировка времени задержки. Регулировка чувствительности. Питание. То есть, какая батарейка написана. Все техописание. Как все регулируется. Наконец-то хоть кто-то это сделал. Чтобы мне не задавали вопрос. А за что отвечает та или иная крутилка. То есть, здесь есть паспорт, в котором это все написано. И другие маски от этой компании. О, смотри. Программа маска. На панораму аптреля очень сильно похожа. Перейдем к самой маске. То есть, есть режим гринд. То есть, режим зачистки. Вы до конца выкрутили. Маска ваша больше не затемняется. То есть, вам что-то нужно фрезой подточить. Вы просто щелк до щелчка. Включили режим гринд. И, соответственно, регулировка затемнения. То есть, динны. Оголовье. Про оголовье хочу отдельно рассказать. Я разберу. Я сваривать в ней не собираюсь. Мы ее сейчас разберем. Там инструкция есть, как ее собрать. Поэтому мы не волнуемся. Оголовье. Извините. Оголовье. Подвижная задняя часть. На шее очень удобно. Из опыта говорю. Три верхних крепления. На голове она будет очень приятна. И, соответственно, передняя губка, которая собирает пот с вашего лба и не дает ему течь в жаркое время. Губочка эта должна сниматься на нормальных масках. Вот она снимается. Сняли, постирали, одели назад. Идеально. Взяли такой же материал, сделали себе еще. Пользуемся. Маска регулируется как по выносу вперед. То есть, здесь видно, вот он вынос регулируется. Также и по высоте оголовья. То есть, по глубине посадки. Идем к светофильтру. Кстати, интересный факт, который я хотел сказать. Оголовье. То есть, раз, два, три, четыре, пять. Шестьдесят пять тысяч рублей. Раз, два, три. Шестьдесят тысяч рублей. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, мы понимаем, откуда это взяли. Вот отсюда. В аптрейле нет такой удобности. В Ясабе это очень клево. Поэтому я говорю, что вот это оголовье очень удобно. Мне из-за кадра подсказывает то, что в аптрейле это стоит пятнадцать тысяч рублей. Крепление в голове изофит. То есть, за стоимость десять вот таких масок можно купить чуть получше крепления, чем это. Давайте разберемся. Это фильтр. То есть, вниз отщелкнули. Открыли. Вот он у нас в руках. Выделили стекло. Теперь мы можем со стекла защитного, из которого сделано из поликарбоната, спокойно снять защитную пленочку. Вставить и пользоваться. Так в инструкции написано. Следующий момент. Это все разбирается до конца. То есть, хоп. Здесь еще одно защитное стекло, внутреннее. Здесь есть кармашек такой. Тоже открывается. Здесь вот написано. Внимание, перед использованием удалите защитные пленки изнутри и снаружи, чтобы вы не забыли вот эту надпись между глаз, которые у вас убрать. И, соответственно, вот он наш сайтофильтр. Размер его 95 на 43. Точный. Который именно не то, что там внутри за стенкой, а именно вот этот. И, соответственно, настройки, которые можно прочитать в описании. Давайте его включим и проверим на зажигалку. Чтобы его включить, по-любому вот тут в батарейке. Сейчас мы вытянем. Он включен. Обычно там бумажка подложена. Попробуем на зажигалку. Тест. Проверем два самых простых теста на сайтофильтр. Это зажигалка. То есть даже вот отсюда датчики срабатывают. Вот отсюда нет. Слишком далеко. Вот. Датчики срабатывают. И второй тест. Это тест на телефон. Обычно вот срабатывает все. Да. Телефон делает излучение. И зачастую, если мы включаем камеру, писать видео, он затемняет ее. Это нормально. Это на всех сварочных масках. Вот так это работает. Маска пригодна. Ну и, соответственно, сварочная маска в незатемненном состоянии будет вам делать вот такой обзор. То есть это не Аптрель, конечно же, но это и не 65 тысяч рублей. Вот так это все выглядит. Давайте вернемся к нормальному кадру и закончим этот выпуск. Соответственно, подводя итоги этого видео, ребят, маска, ну, это реально самая дешевая сварочная маска. Я почитал отзывы. Люди пишут то, что купили другу на день рождения. Ему очень нравится. Я понимаю то, что люди работают. Я вам сейчас скажу то, что, ребят, маска классная, купите. Вы будете писать, что реклама. Лучше зайдите и почитайте сами отзывы на WildBerry. Ссылочку я оставлю в описании. Так, как по мне, за 1600 рублей маска классная. Реально классная. Я таких цен уже, я не знаю, года 4, наверное, точно не видел. С того момента, когда эти старты выпустили свои маски. С вами Вел Иван. Всем пока.